Урок 3. Послушные дети Божьи Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к невесемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. 1 Петра 1.22 Когда мы верой полагаемся на Христа, наша работа только начинается. У каждого человека есть порочные и греховные привычки, которые надо искоренить энергичными усилиями. Каждая душа должна подвизаться к подвигам веры. Избранные вести книга 2, стр. 20. Раздел 1. Тщательно избирая ход мыслей. Вопрос А. С чего, согласно Слову Божьему, начинается истинное повиновение? Посему, возлюбленные, припоясав чрезла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. 1 Петра 1.13-14 И не сообразуйтесь с веком 7, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Кремленам 12.2 Любая истинная реформация начинается с очищения души. Изменение в жизни происходит посредством возрождения и обновления ума сила Святого Духа. Взирая на Христа мы изменяемся. Если ум постоянно занят суетным и приходящим, то эти помыслы становятся всепоглощающими воздействия на характер человека так, что он теряет из вида Божью славу и забывает о ней. Он упускает предоставленные ему возможности познать небесные истины. Его духовная жизнь угасает. Сыновья и дочери Бога, страница 105. Вопрос Б. Куда направлен естественный ход человеческих мыслей и побуждений? И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие 6.5 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Еремий 17.9 Вопрос В. Что мы должны делать, когда осознаем, что наши мысли и побуждения нечисты? Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помыслы сердца твоего. Деяние 8.22. Раздел 2. Бодрствование на уровне мыслей. Вопрос А. Как мы можем припоясать чресло ума нашего в практическом смысле? Если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица? И если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4.7. Те, которые не желают пасть жертвой сатанинских козней, должны охранять подступы к своей душе, не читать, не смотреть и не слушать то, что наводит нечистые мысли, которые нашептывает им враг. Пусть сердце надежно охраняется, иначе зло, господствующее в мире, пробудет пороки, дремлющие в греховной человеческой природе, и душа будет блуждать во тьме. Припоясав чресло ума вашего, писал Петр, бодрствуйте. Денья апостола в странице 518. Вопрос Б. Почему чрезвычайно важно контролировать мысли своего сердца? Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Притча 23.7. Первая часть. Помысел глупостей. Грех. Притча 24.9. Первая часть. Ваши мысли должны быть подчинены воле Божьей, и ваши чувства должны находиться под контролем разума и религиозных принципов. Воображение дано вам не для того, чтобы позволять им бесчинствовать и выходить из-под контроля, не предпринимая при этом усилий как-то сдерживать и дисциплинировать себя. Если мысли порочны, то и чувства будут греховными, а мысли и чувства в их взаимосвязи составляют характер и нравы человека. Если вы решите, что вам, как христианам, не нужно обуздывать свои мысли и чувства, то попадете под влияние этих злых ангелов. Если вы решите, что вам, как христианам, не нужно обуздывать свои мысли и чувства, то попадете под влияние злых ангелов, и они с удовольствием будут находиться рядом с вами, управляя вашим сознанием. Если вы поддадитесь своим чувствам и позволите помыслам течь в русле подозрительности, сомнения и ропота, то окажетесь в числе самых несчастных, смертных, и ваша жизнь закончится крахом. Ревюант Геральт, 21 апреля 1885 года. Вопрос В. Почему апостол Петр умоляет нас бодрствовать и совершенно уповать на благодать? Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1.13 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5.8 Тщательно ограждай свои мысли, хорошо охраняй все подступы к твоему сердцу. Ты должен воздвигнуть барьеры против подступов сатаны. Бодрствование в одном и халатность в другом не принесет пользы. Перед нами возникнут опасности, которые мы должны преодолеть, и наша единственная безопасность в Боге. Это День с Богом, страница 174. Раздел 3. Не сообразуйтесь с прежними похотями и будьте святы. Вопрос А. В каких различных аспектах нашей жизни мы должны быть предельно здравомыслящими для того, чтобы стать святыми? Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру познавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. 1 Петра 1 глава 14 и 15 тексты Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, уже ложеству, скатоложеству, помыслам, пьянству, излишеству, пищи и пяти, и нелепому идолослужению. 1 Петра 4 глава 2 и 3 тексты Не льстите себе надеждой, что грехи, лелеемые вами какое-то время, могут быть легко оставлены. Это не так. Каждый взлелеенный грех ослабляет характер и укрепляет пагубные привычки. Результатом же этого становится постепенное физическое, умственное и моральное разложение. Вы можете раскаяться в своих неверных поступках и вернуться на правильную дорогу, однако вам будет трудно различать добро и зло, так как склад вашего ума сформировался в долгом соприкосновении и грехом. А через сформировавшиеся у вас вредные привычки, сатана будет атаковать вас вновь и вновь. Наглядные уроки Христа, страница 281. Вопрос Б. Хотя нам постоянно напоминается о необходимости быть святыми, и это может звучать так, как будто этого можно достичь собственными усилиями, все же, каким образом мы действительно можем стать святыми? «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас». Левит 20 глава 7 и 8 тексты. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцам 2 глава 13 текст. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане и возрождении и обновлении Святым Духом». К Титу 3.5 Несмотря на то, что у нас нет никаких заслуг, по великой благости и любви Божьей мы получаем награду, как если бы эти заслуги были нашими собственными. Даже если мы сделали все добро, на которое способны, все же мы останемся ничего не стоящими рабами. То, что мы сделали, было совершенно исключительно по благости Христа, и за это нам не полагается никакой награды от Бога». Ревюэнт Геральт. 27 июня 1893 года. «Вопрос В. Почему после призыва к бодрствованию апостол напоминает нам о грядущем суде?» «Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашему». 1 Петра 1.17 «Итак, умертвите земные члены ваши – блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или выстяжание, которые есть и долослужение, за которые гнев Божий грядет на сыноупротивление». Колоссянам 3 глава 5 и 6 тексты. «Каждое дело человека исследуется перед Богом и регистрируется как поступок верности или неверности. Против каждого имени в небесных книгах с величайшей точностью отмечено всякое плохое слово, каждый эгоистический поступок, каждая неисполненная обязанность и всякий тайный грех со всем его искусным притворством. «Ангел, ведущий запись, отмечает всякое оставленное без внимания предостережение Божье, впустую растраченные моменты, упущенные возможности, распространяемое человеком влияние, будь так добру или козлу, с его далеко идущими последствиями». Великая борьба, страница 482. Раздел 4. Искупленные Христом. Вопрос А. Что Петр представляет как вескую причину, почему нам стоит прилагать усилия для победы над прежними похотями, учитывая то, что это также является нашим долгом? К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра, 1 глава, 4, 18 и 19 тексты. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек внесть вне тела. А блуд не грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в делах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. 1 Коринфянам, 6 глава, с 18 по 20 тексты. Все люди были куплены этой безграничной ценой. Излив все сокровища небесные в этот мир, отдав нам во Христе все небо, Бог приобрел волю, чувство, разум, душу каждого человека. Верующие или неверующие, все люди равно принадлежат Господу, являясь Его собственностью. Все призваны служить Ему, а в Великий Судный День каждый должен будет дать отчет о том, как он откликнулся на призыв Божий. Наглядные уроки Христа, страница 326. Вопрос Б. Когда был разработан план спасения? Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой у Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофея, 1 глава, 8 и 9 тексты Бог предвидел развитие будущих событий еще до создания мира. Он не менял свои намерения в угоду сложившимся обстоятельствам, но позволил им развиваться и осуществиться. Он не создавал такое положение вещей, но знал, что оно возникнет. План, который должен был быть воплощен в случае падения кого-то из небожителей, это скрытая от вечности тайна. От вечности была предусмотрена жертва, которая должна была осуществить план спасения падшего человечеству. Знамение времени 25 марта 1897 года. Вопрос В. Откуда на самом деле приходит вера в Бога? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Кремлянам 10.17 Уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1.21 Никто из людей не может произвести веру. Дух, воздействуя на разум человека и освящая его, рождает веру в Бога. Священное Писание называет веру даром Божьим, обладающим силой ко спасению и просвещающим сердца тех, кто ищет истину, как скрытое сокровище. Дух Божий запечатлевает истину в сердце. Евангелие названо силой Божьей ко спасению, потому что только лишь Бог может сделать истину силой, способной осветить душу. Библейский комментарий АСД, том 7, страница 940. Раздел 5. Венец послушания Вопрос А. После того, как апостол призвал верующих бороться против прежних похотей, какую цель он представил как высшую степень послушания? «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» 1 Петра 1.22 Петр продолжал «Постоянно любите друг друга от чистого сердца» Слово Божье и истина – это тот канал, по которому Господь направляет свой дух и силу. Послушание Слову приносит плод нужного качества, нелицемерное братолюбие. Это любовь небесного происхождения. Она порождает благородные побуждения и бескорыстные поступки. Деяния апостолов и страница 519 Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Насколько же важным является для всех, кто связан с этой работой, как для тех, кто распространяет книги, так и для тех, кто работает в офисе, верно сохранять и соблюдать самые высокие и святые принципы Слова Божьего. Издательское служение, страница 297 Нам необходимо лелеять любовь в своих сердцах. Мы не должны иметь склонности думать плохо о наших братьях. Нам не следует судить о том, что они делают или что говорят. Мы должны быть библейскими христианами. Мы должны вникать в суть своих мыслей и чувств, в своих нравов, целей, слов и дел. Если мы не будем прилежно исследовать свое сердце во свете Слова Божьего, то самолюбие побудет нас вынашивать более высокое мнение о себе, чем мы должны иметь. Этот день с Богом строится в 83-м. Если бы в нашем собственном опыте не было бреши, мы не были бы столь подозрительны по отношению к нашим собратьям. Именно тот, кто испытывает угрызение собственной совести, так скор на вынесение суда другим. Пусть каждый страшится и опасается самого себя. «Послушанием истине через Духа, очистив душу вашей к нелицемерному братолюбию». Ревюант Геральт, 29 октября 1901 года. Вопросы для повторения. Вопрос первый. Что я должен сделать, если греховные или непристойные мысли появляются в моем разуме? Вопрос второй. Как часто я должен исследовать свое сердце, чтобы распознать свои побуждения? Вопрос третий. Каким образом я могу глубже осознать, насколько важна святость в моей жизни? Вопрос четвертый. Что может способствовать моей благодарности за цену, уплаченную Христом за меня? Вопрос пятый. Насколько искренна моя любовь по отношению к моим братьям и сестрам? Друзья, любите друг друга от чистого сердца. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова